От всей души приветствую вас на нашем строительном и околостроительном канале «Строя дом своими руками» в прошлых выпусках. Вот по вот этой ссылке мы делали с вами веранду на черный ход, которая в принципе на самом деле смотрится, наверное, как главная веранда. Друган, дай расскажу. Подожди немножко, сейчас поиграем. А сейчас нужно решить вопрос по веранде, которая на фасаде. У меня огромнейшее желание взять в ближайшее время тепловизор. Давай, 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 все, дай, дай. Апорт, прострелять весь дом на тепло, посмотреть, где теряет, где не теряет. Это все я покажу вот прям скоро. Собака-то, а! А сейчас ко мне приезжает друг, и мы вместе начнем делать веранду нашу, вот эту. Так что вы прям вот буквально сейчас переоденусь, и мы начнем ее сооружать. Для чего это сейчас необходимо сделать? Для того, чтобы утеплить максимально плиту. В общем, я не сделал теплоразрывы между плитой дома и выходящими из дома бетонными плитами. То есть террасой, верандой и второй верандой. Соответственно, терморазрыва нет, тепло тянется на улицу. Это мы все проверим тепловизором в ближайшее время. А сегодня нужно доделать эти веранды, потом я их еще утеплю. И в конечном итоге они должны будут работать правильно. По этой веранде, если вы помните, что там под ней овощи хранилища, то там под второй вообще ничего нет. Поэтому придется утеплять снизу, утеплять сверху. Ну а сейчас мы займемся ее отделкой. Сейчас приедет Иван, помните его, да? Он уже, он из первой веранды мне помогал. И начнем. А, и еще я вам сейчас на коптере покажу пару спойлеров интересных. И вы увидите, какие у меня уже работы идут, о которых вы еще не знаете. Сборку окон производим по стандартной намеченной уже технологии. Все просто, ничего сложного нет. Приколачиваем, значит, угловой профиль. Сейчас его заколачиваем с двух сторон, фиксируем на буровые саморезы, собственно. И устанавливаем его на свое место. Выбор места был немножко сложноват, потому что не знал, как правильно сделать. Колонна все-таки мешает. Выбрали оптимальный вариант. 6 сантиметров от колонны. И этого хватит для того, чтобы и ее отштукатурить, и потом помыть и окна, и, собственно, саму колонну натянуть. После чего я решил в этот раз пойти немножко другим путем. Я соглашусь, что, возможно, это неправильно. В общем, я сначала пропениваю все оконные проемы, а потом их уже прикручиваю в конструкции. Сначала делаю пенные точки. Никак не будут влиять на геометрию, не смогут повернуть раму нигде. А после чего уже забуриваю это все анкерами. И потом можно пропенить уже полностью всю систему. Ну, а после чего уже устанавливаем стеклопакеты. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Ну да, вот так кайф. Нормально. Я не знаю, слышно или нет. Заказали вот такое гнутье. 70 на 20 на 20. Отличный вариант. Вот эту всю порнографию очень хорошо закрывает. Кстати, друзья, я вам не рассказал свою косипору. Очередную. Вот опять такая же самая пластмасска подвела меня к трещине стекла. И нам пришлось вот этот стеклопакет отправить на ремонт. Хотел снять, как я его вез в машине. Это было что-то страшное. Но не снял. Забыл. Так, Женя сейчас стизом все промазывает. Гидроизоляция, пароизоляция. Здесь можете не ругать по поводу того, что у вас пароизоляция и гидроизоляция неразделимы. Это веранда все-таки. И здесь, как бы, я считаю, не так уж и важно, что это будет. Потому что тепла она не будет нести. Здесь будет просто фанерный потолок. Может быть, положим туда немножко утеплителя и все. А что, ножа не было нормального? Нет, они тупые. Я не нашла хороший нож. Поэтому, интересно. Хоть ты спиной, но улыбайся. Я хочу показать, ребята, вам, как это все выглядит. Как там? Пустите меня внаружу. А этому красавчику надо обязательно что-то грызть. Забери у него. Смотрите, супер, да? Вообще просто классно. Как единое целое. Кстати, по поводу окна, что хочу сказать. Мне очень сильно выручил Александр, который является руководителем компании «Талиман». То есть это окно я отвез фирму, которая занимается стеклами. Но Александр, узнав, что в машине мне ее не привезти нормально, предложил помочь. То есть он сейчас ее заберет, привезет. А вся проблема всего лишь была в том, что вот эта пластмасска, она меньше примерно на 5 миллиметров. И она, получается, упирается в предыдущее окно. И когда начинаешь колотить штапик, не посмотрев туда, просто его расколачиваешь. И все. И даже это, ну, не понять. То есть забиваешь, забиваешь, бам, треснуло. Жалко, что это в кадр не попало. Но, может, и к лучшему. Пойдем, пойдем, друг, пойдем, пойдем со мной. В конечном итоге хочу показать, как все получилось. А получилось это вот так. Единственное, пока окна не хватает. Привет, соседям. Строим гаражи, да? Так, еще один момент, который тоже сейчас исправим. Вот здесь пришла замочная скважина, которая, в общем, переверта. Что же Александр сказал, заменят, мне привезут. Гнутье подошло просто шикарно. Оно как будто прям фирменное здесь стоит. Да и вообще веранда стала просто суперовская. Но, заметьте, нет пока крыши. Крышу я сейчас сделаю на основе фанеры. В ближайших роликах я перед вами отчитаюсь. Потом мы все отстреляем тепловизором. И будет, ну, будет здорово. Другану купил утку вот такую. Тихо, 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 Бобс, нельзя, нельзя. Иди, иди, принеси мне эту утку. Мне она очень нужна, как будто бы. Так, ну, а теперь слайды, как обещал. Света была выключена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова